Заседание Координационного совета по внутриведомственному и межведомственному взаимодействию по вопросам здорового образа жизни началось с доклада главного врача окружного центра медицинской профилактики доктора медицинских наук Сергея Токарева. Он напомнил, что президентом Российской Федерации поставлена задача до 2025 года создать все условия для увеличения продолжительности жизни россиян до 76 лет. Для этого необходимо усилить работу в нескольких направлениях, развивать медицинскую профилактику в службах здравоохранения, продолжить проведение диспансеризации, снизить показатели смертности за счет оказания помощи при инфарктах и инсультах. Эффект от мер популяционной профилактики, в том числе межсекторального взаимодействия, которое способствует созданию здорового образа жизни, условия для ЗОЖ и информированию граждан, даст свой эффект. Это данные ВОЗ, это опыт западных, примерно 15 западных стран, которые тоже внедряли у себя глобальные программы профилактики межведомственные. Так вот, эффект от них значимый появляется через 5-10 лет. Заботясь о своем здоровье сегодня, мы делаем огромный вклад в будущее, сказал на заседании Координационного совета заместитель главы администрации города по социальным вопросам Маргарита Черешнева. Здоровый образ жизни – это задача, которая стоит перед всеми, независимо от того, кто где работает. Конечно, мы все время говорим о том, что медики одни не справятся с тем, чтобы сформировать такую идеологию здорового образа жизни у всех наших горожан. Поэтому Координационный совет у нас такой достаточно широкий, поэтому мы туда включили производственников, и они с нами очень активно сотрудничают. Основной причиной смертности в округе и в Губкинском являются заболевания сердечно-сосудистой системы, отметила на совещании главный врач городской больницы Светлана Боровкова. Кто умирает от сердечно-сосудистых заболеваний? Это мужчины. 82% из умерших – мужчины, 18% – женщины. Эти женщины, которые умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, они были уже старше трудоспособного возраста, но у них была серьёзная сопутствующая патология в виде диабета, алкоголизма, избыточного веса, что вот и привело тоже к этим летальным исходам. Формированию здорового образа жизни в последнее время уделяется огромное внимание. Проводится большая просветительская работа. Население привлекают к занятиям физкультурой и спортом. В частности, с недавнего времени в городе стартовал проект «Скандинавская ходьба». По субботам сотрудники централизованной клубной системы проводят общегородскую зарядку. Производственную гимнастику выполняют сотрудники многих предприятий и учреждений города. На сегодняшний день участниками этого проекта в нашем городе являются 57 учреждений, это более 3 300 человек. Большую часть составляют это предприятия «Пурнефтегаза», «Газпромдобыча» и «Три промысла». Органы местного самоуправления – это администрация города Губкинского со своими структурными подразделениями. Учреждения средств массовой информации, здравоохранения, образовательные учреждения – все участвуют в этом проекте. Как отметили на встрече, с каждым годом увеличивается количество людей, занимающихся спортом. И это хороший задел на будущее. Один из ключевых моментов – формирование принципов здорового образа жизни в детстве. В этом году Министерство транспорта вышло с инициативой провести акцию на работу на велосипеде. Планируется, что она пройдет 19 мая и 22 сентября. А 28 мая и в Губкинском, и по всей России будет проведен велопарад. Из тех прошедших лет, которые мы уже проводили, вот такие вот парады, люди стали намного больше интересоваться велосипедом, передвигаться по городу, тренироваться. Кроме того, в этом году, в первые выходные сентября, во время празднования Дня города, в Губкинском намечено проведение фестиваля ЗОЖ. Цель как запланированных, так и уже проводимых мероприятий – укрепление здоровья населения. Наталья Рябинина, Илья Квасов, Новости Губкинского.